В государственной жилищной инспекции Тверской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг дома номер 18 по булевару Гусева, где жильцы остались без управляющей компании. Напомним, о проблеме наш телеканал рассказывал на прошлой неделе. А спустя всего пару дней появились официальные комментарии представителей надзорных органов. Вот только вряд ли от них станет легче самим жителям. Тему продолжит наш корреспондент. Впервые о проблеме, с которой столкнулись жители дома номер 18 по булевару Гусева в Твери, наш телеканал рассказал осенью прошлого года. Тогда жалобы в основном касались затопленного содержимым канализационных труб подвала. В обслуживающий на тот момент дом управляющей компанией «Чайка» нам заявили, что в своих бедах жильцы виноваты сами. Иногда на дню по два, по три раза прочищаем канализацию. Понимаете, тряпки, очистки какие-то, чего там только нет. Даже вот эти палочки, да, ушные, все бросается туда. Спустя время с приходом зимы появились новые проблемы. Снег на крыше, сосульки, неубранные дворы. А жалобы по поводу затопленного подвала сменились жалобами на мокрые стены, плесень и сырость в квартирах. Видите, в декабре месяце у меня был сделан ремонт. В середине, видите, что? Желтые пятна характерные. Ну, рыжие, да, особенно по швам. При этом управляющая компания, кажется, и вовсе самоустранилась. Обслуживать многострадальный дом на Гусево Чайка отказалась. Руководство вроде как заявило о скором банкротстве, а новая обслуживающая организация найдена не была. При этом платежки жильцам продолжали приходить от Чайки. Государственная жилищная инспекция усмотрела в этом нарушение. По состоянию на 9 ноября 2021 года сведения о многоквартирном доме номер 18 по бульвару Гусево города Твери отсутствуют в реестре лицензии Тверской области. Таким образом, в действиях открытого акционерного общества Чайка усматриваются нарушения положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. При этом вроде бы за управление домом хотела взяться обслуживающая организация «Вектор», но и тут дело, что называется, не пошло. Дабы разобраться в ситуации, наш телеканал направил официальный запрос в ГЖИ. В первую очередь, ведомстве подтвердили, что в настоящее время ни одна из управляющих компаний за домом номер 18 по Гусево не закреплена. Однако вместе с тем было отмечено, что говорить о банкротстве Чайки преждевременно, но и новая УК на дом зайти пока не может. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-21» обратилось в Главное управление с заявлением о внесении изменений в реестр лицензии Тверской области, а именно включении сведений о многоквартирном доме номер 18 по бульвару Гусево в городе Твери, в перечень домов, управление которым осуществляет «Вектор-21». В свою очередь, Главным управлением было внесено решение об отказе во внесении изменений в реестр лицензии Тверской области и возврате заявлений и документов в связи с их несоответствием установленным требованиям. Повторно отмечают в Госжилинспекции «Вектор-21» с заявлением о внесении изменений в реестр лицензии Тверской области не обращался. Вместе с тем, как подчеркивают в ГЖИ, для того, чтобы на законных основаниях приступить к осуществлению деятельности по управлению пятиэтажкой на Гусево, руководству «Вектор-21» необходимо обратиться в Главное управление с повторным заявлением о внесении изменений в реестр лицензии Тверской области, а также приложить документы, которые бы полностью отвечали всем требованиям. И до тех пор, пока этого сделано не будет, жильцы, судя по всему, будут решать все свои коммунальные проблемы самостоятельно.